Друзья, привет! Сегодня хочу показать вам рецепт приготовления мясного фарша, в кавычках, конечно, мясного, сыроедческого. На основе этого фарша можно готовить разнообразные замены мясным блюдам сыроедам. То есть, можно приготовить из этого фарша паштеты, колбаски, котлетки и разные-разные мясные блюда, которые будут напоминать по вкусу мясо. Но исключительно из растительных, сырых и безопасных ингредиентов. И самое главное, что составляет основу этого мясного фарша, это проросшие чечевица и проросшие семечки. Я со вчерашнего дня поставила в проращиватель зеленую чечевицу и семечки подсолнечника. Они у меня уже все наклюнулись, то есть дали небольшие росточки, вот можно их увидеть. И чечевица, и подсолнух проросли. Можно взять и красную чечевицу, и фасоль, то есть разные другие бобовые в качестве основы для этого фарша. Чечевицу нужно взять две части, а семечки одну часть. То есть, две части чечевицы, одну часть семечек. Чечевицы больше, семечек меньше. В качестве красителя я беру небольшой кусочек свеклы. Также мне потребуется льняное семя, которое я буду измельчать на кофемолке. Обязательно потребуется чеснок и специи. Можно взять специи, которые обычно используют для приготовления колбас. А именно, это чеснок, мускатный орех, это черный перец, это может быть совсем немножко имбиря. А можно взять уже готовые смеси для мясных блюд. Мне, например, нравится вот такая вот готовая смесь для мясных блюд, которую я покупаю на рынке. Магазинные в пакетиках смеси для мясных или рыбных блюд мне не нравятся. Они какие-то примитивные, однообразные. А вот на рынке готовят очень такие многогранные, состоящие из многих элементов, специи, которые отлично дополняют вкус блюда и придают ему вкус традиционных, допустим, колбасных мясных изделий. Но если бы я готовила смесь специй для этого блюда самостоятельно, то я бы положила туда совсем чуть-чуть имбиря, совсем чуть-чуть мускатного ореха, совсем немножко перцев острого, красного, каенского и черного. Также я добавила туда, скорее всего, бы чаман, потому что он тоже прекрасно подходит для мясных блюд. Ну что ж, давайте приступим к приготовлению нашего «мясного» фарша. Для начала я измельчу на кофемолке льняное семя. Льняное семя высыпаю на плоскую тарелку, оно еще пригодится. И давайте для начала я приготовлю сыроедческие котлетки наподобие мясных. Для этого в чашу блендера я добавляю воду, не слишком много. Также я сюда бросаю чесночок. Также я сюда бросаю немного свеклы для цвета. И я добавляю сюда специи. Эта смесь не слишком острая, поэтому я добавлю побольше. Вот даже уже сейчас стоит в кухне неповторимый аромат этих специй. И все это я сначала измельчу отдельно, а затем уже буду добавлять сюда вот эту свою основу из проросшей чечевицы и проросших семечек. Измельчаю все это сначала в воде без фасоли, без чечевицы и семечек, для того, чтобы свекла очень хорошо у меня в воде распределилась и измельчилась, чтобы не было отдельных свекольных таких частичек. И теперь добавляю сюда чечевицу, семечки и соль. И снова все измельчаю до однородной массы. Вот такой вот однородный, гомогенный получился фарш. Для того, чтобы сделать его погуще, я добавляю сюда льняную муку в небольшом количестве и слежу, насколько загустел мой фарш. Из этого же фарша можно сформировать нечто похожее на котлетки, что-то такое кругленькое, округлое. Обвалять в панировке из льняного семени перемолотого и сделать форму похожую на форму котлеток. Вот у меня небольшие получатся котлетки такие. И выложу я их на противень, на форму. У меня вот такая керамическая форма, которую я потом смогу убрать в духовку электрическую и при низкой температуре там подержать. Кстати, если верить Гладкову и читать его книги, то там, если создать определенную температуру, эти ингредиенты, которые мы сюда положили, будут подвергнуты ферментации. То есть, частично расщепятся сложные вещества на более простые и будут гораздо более удобоваримыми. Может быть, конечно, так и произойдет. Вкус этих котлеток изменится. Вот этого вот сырого привкуса фасоли здесь не будет совершенно. То есть, основа станет нейтральной и за счет специй будет вот этот вот приятный вкус. Вообще, теоретически, из основы, из бобовых, вот из такой, из проросших, можно готовить и сладкие какие-то продукты наподобие, допустим, творожников, сырников. Там уже, конечно, не нужно добавлять вот этих специй, которые я положила, а нужно добавить какой-либо подсластитель. Например, какие-нибудь растворимые волокна кукурузы. Либо что-то другое. Либо сделать их полностью нейтральными, не сладкими и не солеными. А затем уже готовые, подсушенные, полить каким-либо подсластителем. Например, кленовым сиропом, либо медом, либо чем-то подобным. Ну что ж, вот такие вот котлетки у меня получились. И я убираю их на невысокую температуру в духовку, в жировой шкаф на несколько часов. Думаю, пары часов будет вполне достаточно и они немножко заферментируются. Либо можно их убрать прямо на ночь в сушилку, в дегидратор при температуре до 40 градусов. То есть, в тепленький такой дегидратор. Они подсушатся, станут немножко с такой хрустящей корочкой. И вкус у них будет ровно такой, какой вы им придали с помощью своих специй. Если вы приготовили такие котлетки, или колбаски, или фарш, или паштет, и вам не понравился его вкус, то значит вы просто неправильно подобрали специи. Потому что вкус этих вот всех продуктов, ну мясных в кавычках, он приобретается только за счет того, что вы в них добавили. Какие специи. И играть с этими специями, с этими добавками можно бесконечно, сколько угодно. И подобрать в конечном итоге все-таки именно тот вкус, который вас устроит. А я их убираю. И вот такие вот симпатичные и вкусные за счет специй котлетки у меня получились. Знаете, ну это естественно блюдо совсем необязательное. Я без него прекрасно обхожусь. Но специально для тех, кто переходит, допустим, на более легкое растительное питание. И очень тоскует по традиционным блюдам. Можно вот готовить такие на замену блюда на первое время. Они, в общем-то, могут выручить. Ну а я свое видео буду на этом заканчивать. Приятного вам аппетита! Пишите ваши комментарии и отзывы об этом блюде, если решите его приготовить. До новых встреч и пока-пока!